Не многие слышали о холме Янику, но это одно из тех мест, которые нельзя пропустить. Конечно, если вы приедете в Рим всего лишь на несколько дней, то действительно сложно дойти до суда. Но советую вам выкроить время, чтобы увидеть холм. Это место с глубокой историей и необычайной красотой. Согласно легенде, холм назвали в честь бога Януса, двуликого бога. За свою долгую историю холм был завоен Анцу Марцу, четвертым царем Древнего Рима и впоследствии присоединен к Риму. Таким образом, он стал важной частью города. Яникул – это восьмой римский холм. Во время основания Рима он находился не в черте города. С холма можно насладиться великолепной панорамой исторического центра Рима. Если вам посчастливится прийти сюда на закате, вы сможете сделать массу фотографий и отдохнуть от тяжелого дня, проведенного в центре Рима. Посмотрите на Рим сверху. Не так уж многое изменилось со времен Римской империи. Панорама охватывает вид на Колизей, Пантеон, Замок Святого Ангела. С высоты этого холма видны все церкви и купола. И даже там, вдалеке, вилла Бургези. Если вы уже познакомились с Римом, то вам интересно будет порассматривать панораму. А если вы в первые дни поднялись на холм, то представляете, сколько вам надо пройти по Риму и сколько всего посмотреть. На холм Яникул можно подняться с района Трастевери и со стороны Ватикана. В 17 веке холм облюбовали знатные семьи и начали строить здесь свои особняки. В прошлом видео я рассказывала вам про Олимпию, властную женщину Рима, и показывала вам виллу Дория Памфили. Именно отсюда, с холма Яникул, можно попасть на эту виллу. Самое значительное событие холма Яникул, которое произошло здесь, это битва между армией Гарибальди и войсками Франции. Италия была разделена на множество мелких государств. Она напоминала лоскутное одеяло. Все больше итальянцев мечтали об объединении Италии, но дальше разговора дело не шло. Но Джузеппе Гарибальди во главе армии добровольцев начал борьбу за объединение страны. История объединения Италии очень длинная. Это произошло не за один год. На улицах Рима были демонстрации, которые папа не сумел подавить, и папу Пия IX лишили власти и провозгласили республику. На помощь папе Луи Наполеон Бонапарт, позже ставшим Наполеоном III, послал французские войска. Гарибальди с армией добровольцев бросился на помощь Римской республике. Сначала успех был на его стороне, но французы выставили против гарибальдийцев многочисленную армию. Дело республиканцев было проиграно. Пий IX вернулся на свой папский трон, а хозяевами Рима стали французские офицеры и кардиналы Ватикана. Тюрьмы были переполнены. Гарибальди ушел из Рима со своей армией. Рядом с ним всегда была отважная жена Анита, которая разделяла с ним все трудные походы. Гарибальди воевал, а Анита рядом с ним ждала очередного ребенка. В этот раз лагерная жизнь давалась ей очень тяжело. Еды не хватало, да и к тому же Анита заболела малярией. После поражения гарибальдийцы пробирались в Венецию, останавливаясь по дороге, чтобы оказать Аните хоть какую-то помощь. Но было уже поздно. Анита умерла. Внутри основания памятника размещен прах Аниты. Анита, боевая подруга великого революционера, изображена в момент скачки на коне. В одной руке у нее пистолет, а другой рукой она прижимает к себе новорожденного ребенка. Вокруг постамента изображены боевые сцены. Гарибальди много сделал, чтобы Италия обрела независимость. Вместе с ним сражались и его сыновья. Он на 33 года пережил свою любимую и позже еще дважды был женат. Он стал героем своей страны и кумиром миллионов, но больше не встретил такой преданной любви. В мавзолее хранятся остатки всех тех, кто оставил своей жизни за Рим в период с 1849 по 1870 годы. Ригетто был 12-летним мальчиком из Трастевери. Его фамилия неизвестна, потому что, как и многие другие дети того времени, он жил на улице, возможно, брошенный или просто сирота. Однако он был очень добросовестным и умным мальчиком. Зарабатывал на жизнь, доставляя хлеб из пекарни по домам. Ему платили мало, но хватало, чтобы прокормить себя и собаку. С ним всегда был неразлучный пес Сгроларелла. Ригетто стал защитником Римской Республики после изгнания Папы Римского Пиа IX. До 1849 года Римом управляли Папы. Потом Рим разделился на две части – православную и светскую. В помощь Папе пришли французские войска. Ну а в помощь гражданам, которые восстали против власти Папы, был собран полк из молодежи, и защита была возложена на Джузеппе Гарибальди, который основал свою штаб-квартиру на холме Яникул. Французы располагались в разных стратегических точках, откуда постоянно вели непрерывные обстрелы. Поведение римлян было очень мужественное. Многие встали на защиту родного города. Бомбы, которыми обстреливали французы, имели предохранитель. Взрыв происходил несколько секунд спустя после приземления. Средний интервал между падением и взрывом был 10-12 секунд. Защитники республики поняли, что для того, чтобы обезвредить их, достаточно было набросить на них мокрую тряпку, чтобы огонек потух. Из-за нехватки оружия и боеприпасов военные давали денежное вознаграждение любому, кто доставит неразорвавшийся снаряд, чтобы иметь возможность их повторно использовать. Именно по этой причине многие женщины и дети бегали за бомбами, как только они приземлятся на землю. Самым смелым и быстрым в этом захвате бомб был Ригетто, который даже организовал группу сверстников для сбора. Рядом с Тибром, недалеко от Понте-Систа, куда упала бомба, Ригетто быстро набросил тряпку, чтобы обезвредить бомбу, но бомба взорвалась в его руках. Пес Груль-Лорелла умер мгновенно, а Ригетто на улице подобрала женщина еще живого, но через несколько дней он умер. Один из гарибальдийцев, граф, заказал статую мальчика, посвященную Ригетто. Оригинал находится в Милане, а здесь, на холме Яникул, мы видим бронзовую копию. Гуляя здесь, везде напоминание событий, когда холм Яникул стал ареной защиты Римской Республики от французов. Поэтому не случайно после объединения Италии этот холм сделали как памятник тем событиям. Конные статуи, множество мраморных бюстов, которые расставлены по всему парку, стеллы и маяк, подаренные городу итальянцами Аргентины в связи с годовщиной объединения Италии. Независимо от погоды, будь то дождь, жара, холод, снег, это не имеет значения. Есть вещи, которые повторяются в Риме каждый день и в одно и то же время. На холме Яникул, ближе к полудню, пушку вывозят на площадку. Ровно в 12 часов ее заряжают холостым зарядом и производится выстрел в сторону Рима. Эта традиция была положена по приказу Папы Пея IX в 1847 году. Выстрел пушки оповещает, что наступил полдень. И тогда одновременно начинают бить колокола на всех колокольнях Рима. Сначала пушка находилась в замке Святого Ангела. А в 1904 году была перевезена на холм Яникул. Вот такие маленькие детали традиций вечного города. Обратный отсчет и выстрел! К этому времени на холм Яникул стараются подняться не только туристы, но и местные жители частенько приводят детей посмотреть, как проходит подготовка и выстрел. Когда мы гуляем с вами по площади Венеция в центре Рима, я очень часто говорю вам про Микеланджело, так как дом, в котором он жил и создавал свои произведения, находился именно на площади Венеция. Чтобы площадь Венеция приобрела такой вид, как сейчас, три года шел снос средневековых зданий. Под этот снос попал и дом Микеланджело. Но итальянцы, они умеют беречь и сохранять свое достояние. Пусть даже не весь дом, а только элементы внешней части, но его перенесли на холм Яникул. И сейчас, прогуливаясь по аллеям холма, можно увидеть и представить дом гения Микеланджело. Он перед вами! Город Рим считается городом, в котором насчитывается больше всего достопримечательностей. И чтобы ближе познакомиться с ним, надо не раз сюда приехать. Ведь осмотрев самые значимые достопримечательности, потом уже хочется углубиться и найти то спрятанное, скрытое, что не всем удается увидеть. На моем канале я открываю все тайны вечного города. И, надеюсь, мои видео помогут вам в планировании вашего маршрута. Ну а если все-таки у вас мало времени, то пишите мне на почту, и я с радостью покажу вам Рим таким, каким я его знаю. А теперь хочу подробно и наглядно объяснить, где находится дом Микеланджело на холме Яникул. От площади Гарибальди отходят две дороги с аллеями. Первая аллея приведет вас к фонтану Аква-Паула и к церкви Сан-Пьетро и Монторио, а там и спуск в район Трастевери. Вторая аллея приведет вас к дому Микеланджело. Если вы доберетесь до холма Яникул, вы обязательно должны найти фонтан Аква-Паула. Это один из самых красивых фонтанов в Риме. Здесь конечная точка знаменитого акведука Трояна, восстановленного папой Павлом V Бургези, чтобы поставлять воду в Трастевии и Ватикан. Он был восстановлен в 17 веке. Вот так выглядит герб папы Павла V семьи Бургези. На нем изображен орел и дракон. Заказчиком этого фонтана был папа Павел V. И поэтому на фонтане мы можем увидеть тоже орла и дракона. Вода сюда поступает прямо из озера Брачана, совершая путешествие длиной более 25 километров по римским холмам. Поступление воды происходит триумфально и роскошно. Арки и колонны делают внешний вид всего фонтана еще более пышным. Художники и поэты были в восторге от такой необычной архитектурной красоты, да еще и в сочетании с текущей водой. Для декоративной части использовали мрамор, взятый на римском хоруме. А колонны из красного и серого гранита принадлежат древней константиновской базилике, поверх которой был построен собор Святого Петра. Заметьте, что в этом фонтане нет ничего лишнего. Этот фонтан прославляет воду. А еще форма этого фонтана с его огромной чашей послужила источником вдохновения для автора фонтана Треви. Фонтан Аква Паула часто показывают в фильмах, как один из символов Рима. Вы можете посмотреть такие фильмы, как «Три монеты в фонтане», «Преступления и ароматы» и, конечно же, «Великая красота». Последняя реставрация закончилась в ноябре 2019 года. Она спонсировалась модным домом Фенди. Кстати, модный дом Фенди также спонсировал и реставрацию фонтана Треви. Церковь Сан Пьетро и Монторио. У этой церкви я не буду надолго останавливаться. Несмотря на то, что церковь имеет достаточно простой главный фасад, не проходите мимо нее и обязательно зайдите. Именно для этой церкви Сан Пьетро и Монторио Рафаэль писал картину «Преображение». Правда, ее давно уже отсюда увезли. Сейчас оригинал находится в Пинокотеке Ватикана, а копия сделана из мозаики в соборе Святого Петра. Беатрича Ченча, историю которой я не раз рассказывала на канале, похоронена в этой церкви. В капелле Ченча 11 сентября ежегодно служат мессу за упокой ее души. Вот по этой лестнице можно спуститься в Трастевери. Это самый короткий путь. Несколько кадров любимого вами Трастевери и побегу дальше. Сейчас я иду к площади Святого Петра. Хочу показать вам путь, как можно с Ватикана быстро подняться на Яникульский хоум. Так непривычно видеть площадь Святого Петра такой пустынной. По пути я зашла в больницу Санто-Спирито. Первый госпиталь здесь был основан в 12 веке и до сих пор здесь находится больница. Обязательно вам расскажу о ней, но не сегодня. Проходим через ворота Санто-Спирито. Переходим дорогу, а потом нам надо будет подняться вот по этой лестнице. Она-то нас и приведет на Яникульский холм. При Папе Сиxte V была проложена эта дорога, которая называется Салита де Санто-Ануфрио, подъем Святого Ануфрия, чтобы верующим облегчить путь к церкви. Прямая дорога, ведущая прямо к церкви. Церковь Санто-Ануфрио с ее великолепным монастырем можно назвать одной из скрытых жемчужин Рима. Это малоизвестное место, куда редко кто доходит, но попав сюда, можно отдохнуть от мирской суеты и погрузиться в атмосферу, царившую здесь. В комплекс входит церковь, монастырь и внутренний дворик с фресками. Церковь была построена во второй половине XV века. Здесь пять боковых часовен, которые украшают большое количество произведений искусства мастеров того времени, таких как Пентурикьо, Доминикано, Анибали Караччи. Перед тем, как планировать посещение римских церквей, обязательно посмотрите часы работы. Иногда бывает очень странное расписание. Эта церковь открыта с 9 до 13, потом ее открывают в 16 часов, но закрыта она по субботам и весь август. Я немного покажу вам интерьер этой церкви. Посмотрите, какая красота! У меня появилась идея рассказать вам про захоронения в церкви. Почему проходили захоронения в церкви, до какого времени? Были даже случаи, что люди падали в обморок от трупных запахов. Надо будет снять материал и после отпуска расскажу. В этом монастыре провел последние годы поэт 16 века Тарквато Тассо. Еще в юности Тассо увлекся литературой. Он писал, но боялся, что нарушил литературные каноны, что увлекся язычеством в ущерб католической вере. Такое душевное состояние поэта можно было объяснить тем, что в это время расцветала инквизиция. Эпоха была трудная и опасная. Он решил опубликовать поэму «Освобожденный Иерусалим» и посвятить ее злейшему врагу Альфонсу, герцогу из рода Медичи. Поэт проговорился о своем замысле, и придворные организовали покушение на него. Однажды вечером на Тассо напали четыре вооруженных неизвестных. Произошел жестокий бой. Тассо вышел из него победителем. Но в душе поэта с этого вечера поселилась тяжелая болезнь, которая со временем только усугублялась. Он пырнул ножом слугу герцога, который, как казалось, поэту шпионил за ним. В этом же месяце поэт сам себя обвинил в ересе перед судом инквизиции. Его оправдали, только Тассо остался недоволен оправданным приговором. Альфонс II, обеспокоенный странным поведением поэта, отправил его в монастырь Святого Франциска, в тюрьму для высокопоставленных лиц. С помощью возлюбленной Элеоноры Тассо бежал из монастыря и в монашеской одежде отправился в странствие по Италии. Когда на него не обращали внимания окружающие, он постоянно обижался и неприлично высказывался. Так случилось однажды при приготовлении к свадьбе Альфонса II. Он несколько раз резко высказался против герцога и его невесты. По приказу Альфонса II поэт был посажен на цепь в подвале госпиталя Святой Анны, где содержались буйные сумасшедшие. На современном языке больному был поставлен диагноз – мания преследования. Со временем поэту отвели в монастыре несколько комнат, разрешили читать книги, писать, выходить на прогулки. Пока поэт находился в госпитале, предприимчивые люди нашли рукопись его поэмы и начали публиковать ее, хорошо на этом зарабатывая. Книга Тассо была озаглавлена «Освобожденный Иерусалим». При печати в книге было допущено много ошибок и неточностей, и поэтому поэт решил на публикацию своего настоящего произведения. Подлинный «Освобожденный Иерусалим» вышел в свет в 1581 году, когда Тассо еще сидел в заключении. Годы заточения сильно повлияли на поэта. В результате длительных философских размышлений он стал глубоко верующим человеком. Под покровительством папских племянников поэт поселился в монастыре Святого Ануфрия, где нашел убежище и комфорт. Он писал религиозные трактаты. Сегодня в монастыре находится небольшой музей, посвященный ему, в котором хранятся рукописи и старинные издания его книг. В последний период жизни Тассо писал мистические поэмы и переработал свою великую поэму, привел ее в полное соответствие с каноном католицизма. Получилось новое произведение «Завоеванный Иерусалим». Папа Климент VIII собирался объявить Тассо королем поэтов и увенчать его лавровым венком на Капитолии, как это было с Петрарко. Об этой чести Тассо мечтал многие годы. Но Курии пришлось выжидать, поскольку длительное время поэт находился в болезненном состоянии. Опасались, что он сорвет торжество. И опоздали. 25 апреля 1595 года торква Тассо не стало. Лавровый венок был возложен на мертвое чело. Поэма «Освобожденный Иерусалим» переведена на все европейские и на многие восточные языки. Многократно переводилась она и на русский язык. Обязательно загляните во внутренний дворик. Он полностью украшен фресками. Это целое пособие по истории жизни святого Ануфрия. Рассматривая их, можно воссоздать историю его жизни в пустыне и какие чудеса его сопровождали. Эти фрески были написаны специально для празднования юбилея в 1600 году. Как показано на фресках, Ануфрия ушел, чтобы жить как отшельник. И когда одежда святого была слишком изнушена и растрепана, божественное чудо заставило его волосы расти, чтобы защитить его от холода. Это чудо является причиной того, что святой Ануфрий сегодня является покровителем ткачей. Ануфрий прожил в пустыне в полном одиночестве 60 лет. Некоторые версии его жизни рассказывают, что он был сыном персидского царя, который в младенчестве оставил его в монастыре. От старцев он узнал о пустыне и тайно ушел из монастыря. В пустыне он встретил человека, который стал ему учителем. Несколько лет старец учил Ануфрия, а затем, убедившись, что ученик принял его учение, оставил его одного. Но ежегодно приходил к Ануфрию и в один из визитов скончался. Потом Ануфрий встретил путника и рассказал ему свою историю. Так эта история дошла и до нас. Говорят, что в 1849 году Гарибальди со своей армией сняли колокола в нескольких колокольнях Рима, чтобы переплавить их на пушки. Но когда они пришли сюда, они столкнулись с настоятелем монастыря, который умолял их не трогать маленький колокол, который так тесно связан с памятью поэта Торквато Тассо. Колокол был спасен. Рассказывали, что самый маленький колокол долго звонил в 1595 году, сопровождая Торквато Тассо в последние минуты его жизни и до самой смерти. Вы видите человеческие лица на фонтане? Выйдя из монастыря, по улице Пасседжата дель Джаникулу можете подняться на холм все выше и выше. Вам будут открываться прекрасные виды на Рим. На этой площадке есть бар. Можно выпить кофе и перекусить, а потом дальше подниматься вверх. И вы увидите то, что я показывала вам в первой части видео. Маяк, памятник Анити Гарибальди, памятник Гарибальди, смотровая площадка, площадка, на которую вывозят каждый день пушку, дом Микеланджело, фонтан Аква Паула, а потом можете спуститься в район Трастевери. Дорогие друзья, и заканчиваю сегодняшнюю прогулку небольшими зарисовками с моих утренних прогулок с собакой. Пока она гуляет, я снимаю для вас. Слышите музыку? Эту музыку я назову сегодня «Симфония лета» и исполняют ее поющие цикады. «Симфония лета» А это то самое озеро Мартиньяно, которое находится в двух километрах от озера Брачано. Если вы помните, в сегодняшнем видео я вам рассказывала, что с озера Брачано вода поступает в фонтаны Ватикана, Трастевери и на холм Яникул. Озеро Мартиньяно находится в заповеднике, и только летом можно попасть сюда. А я на этом буду прощаться с вами. Дорогие друзья, большое вам спасибо, что подписываетесь, смотрите мои видео и рассказываете о моем канале друзьям. С большой радостью делюсь с вами всем прекрасным, что меня окружает. И еще большое спасибо тем, кто посылает мне небольшие вознаграждения за мой труд на Пайпал. Так неожиданно и приятно. До новых видео, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok